Последний домашний матч в этом сезоне болельщики Белоголубых пропустить не могли, поэтому почти тысячи любителей футбола пришли поддержать Динамо, и хозяева их не подвели. Обе команды устроили настоящий праздник для трибун, причем все самое интересное произошло в первом тайме. Старт футбольному театру дал Владимир Завьялов, заработавший пенальти ворота Оренбурга 2. Завьялов! Открывает счет Владимир! Как известно, Барнаул – город гостеприимный, точно так же можно сказать и про футболистов Динамо. Барнаульцы спустя пять минут запустили в свою штрафную игроков Оренбурга, и те заработали свой 11-метровый. Но напомню, в воротах у Динамо играет Богдан Корюкин. Помолчим. Удар! Богдан Корюкин! О чем я вам и говорил! Эта неудача плохо сказалась на настроении гостей, и команда поплыла. Свой первый гол в этом сезоне со штрафного забил Максим Ярусланов. Тем самым Белоголубые отправляют соперников в нокдаун. Эпизод расставит все точки над «и». «И». Ярусланов внизу! Вдоль! А через пару минут он все тот же Владимир Завьялов ставит точку в поединке, отправляя мяч в сетку ворот гостей. «И». Еще раз говорю, что все конференции, пресс-конференции, и сейчас говорю, что команда самого некий бюджет, у команды краевой должны быть возможности финансы ездить на сборы, приобретать игроков и так далее. И много не буду плакаться, потому что еще раз говорю, команде нужно серьезное отношение. Тем самым принцип «Динамо» играть только своими воспитанниками в очередной раз показал. Это возможно, но результат по итогу последних нескольких лет неутешительный. Да и в этом матче забитых голов болельщики больше не увидели. Разве что опасные атаки от обеих команд. Скажу так, что все эти голы мы создали сами себе. И индивидуальные ошибки футболистов такие, они повлияли. Ключевые, я бы их так назвал. Именно так Барнаульская «Динамо» тепло попрощалась со своими болельщиками в последнем домашнем матче этого сезона, который, к слову, близится к завершению. Команде теперь предстоит дважды сыграть на выезде. 1 июня в Ижевске с «Зенитом» и 4-го в Перми с «Амкаром». А в турнирной таблице «Белоголубые» расположились на 12-м месте из 15-ти, покинув несчастливую 13-ю. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.